станция стрелка нижегородского метрополитена церемония торжественного открытия станции в составе 3 выпускового участка сармовско-мещерской линии нижегородского метрополитена московская стрелка состоялась 12 июня 2018 года с 13 июня 2018 года станция заработала в штатном режиме название станция получила по одноименному мысу московская линия московская линия московская линия московская линия московская линия Субтитры создавал DimaTorzok Валерий Шанцев опроверг информацию о начале строительства. В марте 2015 года состоялся конкурс на строительство станции. По итогам выиграла подмосковная компания управления строительством 620. В мае 2015 года начались работы по подготовке территорий, в частности на площади Ленина появилась строительная площадка. Продолжение следует... Колонная двухпролетная станция мелкого заложения Один из выходов станции оформлен панно на футбольную тематику. Художественное оформление ряда колонн и путевых стен сходно с тем, что применялось в Москве на станции Котельники. На путевой стене в сторону тупика есть схема будущего участка до станции Волга. Колонны отделаны алюминием, путевые стены – пластиком. В одном вестибюле над спуском на платформу на панно изображен футболист, гоняющий мяч по полю. Во втором вестибюле – собор Александра Невского. Указатели к поездам до станции и выход в город. Впервые в истории Нижегородского метрополитена выполнены на двух языках – русском и английском. На станции два комплекта интервальных часов, один из них – над въездом в тупиковый туннель, в сторону будущей станции Волга отключен. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» 14 сентября 2018 года в 17 часов 30 минут произошло обрушение части потолка на платформу станции. Это место огорожено. Из мэрии сообщили, что подрядчик по гарантии в 10 дней исправит обрушение за свой счет. В результате менее чем через год после открытия на станции сделали косметический ремонт. Речь идет о ремонте потолка, замене разбившихся стекол в плафонах и замене отслоившихся гранитных плит. Единственная станция Нижегородского метрополитена, за которой нет оборотных тупиков. Направление движения поезда меняется прямо на станции. Субтитры подогнал «Симон»